Вышиня 50 метров и площадь, на которой можно было побудовать целый микрорайон. Комплекс гидрокрекингу тяжких нафтовых рештков начали будовать на Мазырском НПЗ два года тому. С реализации проекта процесс нафтоперепрацовки будет практически безотходным. Эти реакторы выработали в Японии. У Мазыр яны трапили после того, как пересекли Атлантичные и Тихие океаны. Затым Черная моря и Припять. Обстальование позволит перепрацовывать такие продукты, как мазут у светлые нафтопродукты. В условиях налогового маневра, повышения пошлин на темные нефтепродукты, реализация данного проекта, она крайне важна. Она обеспечит выход завода на новый технологический уровень. И после реализации этого проекта, с данной глубиной переработки, мы будем соответствовать уровню хороших европейских заводов. Модернизацию на заводе плануют завершить до 2017 года. Масштабное перетворение, чекая, и новополоцкий нафтан. Пытание реализации инвестиционных программ на посержении Совета концерна «Белнафтахим» – одно из самых важных. Программы масштабные, они как бы преследуют, ну, в общем-то, две цели. Во-первых, наращивание объема производства, переработки нефти. То есть, еще недавно они перерабатывали 9 миллионов тонн, и мы ставим задачу, чтобы они перерабатывали 12 миллионов тонн нефти каждый по году. Под это дело подведен топливный и энергетический баланс союзных государств России и Белоруссии. А теперь можно говорить таможенный союз России и Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана. У гэтым годзе белорусские НПЗ повеличили перепрацовку нафты «Амаль» на 4%. А концерн «Белнафтахим» спрацевал лепш, чем промысловость краины. Продприемства «Нафтахимичной Галины» забеспечили рост усих экономичных показчиков. Это связано с двумя основными факторами. Первое – это значительная реорганизация, которая произошла внутри концерна. Существенно обновлены кадры, пополнили концерн производственники. Соответственно, возросли требования. Преобразованы были коммерческие службы. До конца года у Галине плануют завершить некольки новых инвестпроектов. Например, на Мазырском НПЗ з'явится установка по вытворности высокооктановых добавок у бензин. А «Нафтан» запустить установку першесной перепрацовки нафты. Техничное перозброение «Шакая» и завод «Белшина». Вольга Холодович, Дмитрий Котов, Александр Александронец. Телерадиокомпания «Гомель» из Мазырского района.